Я проиграл подчистую, в этот момент у меня очень пропало настроение, вообще было грустно. Поражение, молитва, бой. До старта проекта «Движение вверх» осталось 18 дней. В эфире программа «Утро на спасе» с Богом в новый день. 184 года назад от ран, полученных на дуэли, погиб Александр Сергеевич Пушкин. Почему православный христианин принимал участие в поединках чести? Чего стоила человеческая жизнь в 19 веке и какова ее ценность сегодня? Политкорректная молитва на открытии конгресса в США. Кому хотел угодить конгрессмен? Где заканчивается политкорректность и начинается богохульство? Как христианину оградить себя от этого? Поговорим далее. Одна деревня, одна семья. Возможно ли прожить в российской глубинке, когда соседние дома давно пустуют, а до ближайшего крупного населенного пункта – 65 километров. Секретом счастливой жизни вдали от цивилизации с нами поделится семья Бычковых. С началом пандемии в монастырях и храмах России был введен масочный режим. Но некоторые христиане до сих пор заявляют, что ношение маски – это трусость. О борьбе с масками поговорим в рубрике Игоря Петровского «Тест на правду». Изображение ангела, льва, тельца и орла в храмах и на иконах. Как и все символы, эти несут свой сакральный смысл. Какой? Среда, 10 февраля. Утро на Спасе. Субтитры создавал DimaTorzok